Казань самый танцующий город России. Сборная из Татарстана стала финалистом грандиозного проекта телеканала «Россия. Большие танцы». С марта наша сотка стремительно двигалась к победе. Ночные репетиции, бесконечные переезды, интервью, казалось, наблюдая за выступлением, не могли устоять на месте и сами зрители. И, конечно, жюри. Алина Хусаинова о решающем танце. Казань – танцевальная столица России. За это звание наша команда больших танцев боролась на протяжении трех месяцев. И вот победа в руках татарстанцев. Хиты музыкальных икон стали темой первого выступления для трех финалистов. Казанцы для своей постановки выбрали королеву пуп-музыки Мадонну. И не прогадали. Яркий танец, яркие костюмы, которые участники доделывали своими руками в ночь накануне выступления. К зрелищности номеру добавили и сложные многоярусовые декорации. Жюри все понравилось. Особенно отметили мотоцикл, который сумели изобразить ребята. В итоге все судьи пять баллов. Во-первых, элементы сценографии, потому что вот эти леса, на которых, кстати, очень сложно работать, они абсолютно точно задавали вот эту трибуну окраину неважно что. Во-вторых, мне дороже мотоцикл, решенный хореографическим способом, через фантазию, а не технический, который выехал в прошлый раз. Будем рады, если у нас будут такие болельщики, какие были у вас. У вас великолепные болельщики. От болельщиков, от болельщиков очень много зависит. Недаром на футбол приезжают полстраны, когда играет любимая команда. Напряженная борьба после первого номера еще нет никакой ясности, кто же победит. Тем временем в Казани к экранам телевизоров прильнули болельщики команды. Друзья, родные и близкие на протяжении всего проекта наблюдали за продвижением татарстанцев. У нас там поехали ребята, за которых мы болеем, переживаем вообще за команду в целом, потому что команда очень сильная, и я думаю, что они победят, они энергичные, сильные, и у них все получится. Мы всех любим, поддерживаем, болеем. Каждый день, каждую субботу смотрим их по телевизору. Вторая постановка казанцев «Историю любви» не только на сцене, но и в жизни. Хореограф Алина Борилова исполнила этот танец вместе со своим молодым человеком. Казань сейчас заставила задуматься, и как в свое время Каспаров передумал Крамника в том известном матче, так и здесь Казань заставила задуматься и понять, что танцы – это действительно высокое искусство, искусство для души. Тут все девушки играли главную роль. Это было потрясающе, что они все страдали ровно столько же, сколько и вы. И это было замечательно, было как бы в таком порыве, как вы их заразили. Спасибо. Вы молодец. Спасибо. Я вас поздравляю. Я не знаю, как вам это удалось. Кому вы скажете, ребят, спасибо? Каждый самому себе, своим любимым или своему замечательному хореографу? Но вы показали сегодня сто историй, каждый свою. И заставили нас попереживать. Почувствовать, кого-то подумать, что тоже неплохо. Тема человеческих отношений между мужчиной и женщиной затронула судейскую коллегию, и казанская команда вновь сорвала максимальный балл. Пожалуйста, оценки Казани. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Казань стала победителем первого сезона проекта «Большие танцы» и получила звание танцевальной столицы России. К этой победе они уверенно шли на протяжении всего проекта. Нашу команду ни разу не приходилось спасать при помощи СМС-голосования. На каждом этапе они были чуть-чуть сильнее всех соперников. Победителем шоу «Большие танцы» становится команда Казани. Сорвав максимальные баллы за два номера, наша команда опередила соперников на два балла. Нижний Новгород и Ростов-на-Дону разделили второе место. «Большие танцы» Но на этом проект еще не заканчивается. В следующую субботу телезрители канала «Россия-1» смогут выбрать из восьми городов команду, которая получит приз зрительских симпатий. Алина Хусаинова, Вести, Татарстан.